Привет! Меня зовут Анисе и сегодня расскажу вам об истории мускуса в истории и в парфюмерии. В последнее время в парфюмерном мире слово мускусный стало одним из самых часто используемых слов для описания аромата. А сам мускус или его синтетические разновидности входят в основу или составляют хотя бы маленькую часть практически всех ароматов на рынке. Поэтому мускус является очень важным компонентом в истории парфюмерии и тем более в современной парфюмерии. Поэтому мускус не только имеет богатую историю как парфюмерный компонент, но и является одним из важнейших парфюмерных ингредиентов на сегодняшний день. Но что же такое мускус? Признаю, что в начале своего увлечения ароматами я очень смутно представляла, что это такое. Поэтому давайте разберемся. Мускусы это класс ароматических субстанций, которые обычно используются как базовые ноты закрепителя аромата. В их число входят зернистое выделение из специальных желез у некоторых видов животных, например, мускусных оленей. В России их называют кабарди. У андатри, которые также называют мускусной крысой. Лопастной утки. Овцы быка. У некоторых видов землероек. Жуков под названием мускусный усач. У африканской кошки цеветы. Но обычно это вещество называют цеветин или цибетин. И, как правило, оно не относится к классическим мускусам. Его выделяют в отдельную группу. А также мускусные черепахи, американского аллигатора, змей и некоторых других животных. Интересно, что для замены или обогащения мускусных ароматов в парфюмерии используются также вещества растительного происхождения. Например, это семена андриетты, которые также известны под названием мускатный обельмож. Мускусный цветок под названием мимовус маскатус, алиария, мускатная роза и многие другие растения. Мускусный олень кабарга водится в Китае, Тибете, Непале, Пакистане, Монголии, Индии и некоторых других местах. На брюхе самца кабарги и рядом с мочеполовым каналом находится специальная мускусная железа. Это своеобразный мешочек, в котором находится черное зернистое выделение с очень резким запахом. Зимой, когда самцам нужно заманивать самок для спаривания, они оставляют повсюду с помощью этих выделений пахучие метки, запах которых так силен, что они не только приманивают самок, но и даже стимулируют течку. К сожалению, как правило, для того, чтобы получить этот мускусный мешочек, оленя убивают. И, как правило, это делают с помощью капканов. Но в середине 20 века в Саудовской Аравии появились первые фермы по выращиванию кабарги, в которых добывают мускус, не травмиры животные. Русский путешественник Афанасий Никитин записал, как получали мускус в 15 веке. У оленей домашних режут пупки, в них мускус родится, а дикие олени пупки роняют по полю и по лесу. На запах они теряют, да и мускус тут не свежий бывает. В старину мускус добывали так. Драгоценные железы, которые, кстати, стоили в два раза дороже золота, вначале высушивали на солнце или на горящих камнях. Затем разводили получившееся вещество спиртом и использовали в разведенном виде. Это называлось тинктурой, настойкой. На греческом языке слово «мускус» обозначает любой приятный запах, будь то запах еды, цветка или человека. Но слово «мускус» появилось от индийского слова «моска» – «яичко», потому что, видимо, древним индийцам железа оленя напомнила мошонку. Одно из первых исторических упоминаний мускуса мы можем встретить в Талмуде на 43-й странице трактата «Брахот», где он упоминается как парфюм на животной основе. На все воскурения благословляют творящие ароматные деревья, кроме мускуса, так как он животного происхождения, на которое благословляют творящие разные виды ароматов. В древности ходили легенды о том, что мешочек с мускусом нарастает у кабарги только в полнолунии, и нужно точно знать, когда ее убивать, чтобы получить драгоценное вещество. Запах настоящего мускуса считали в старину путешественники столь силен, что при неосторожном дыхании человек может умереть. Уже 5000 лет назад мускус считали очень ценным лекарством и вовсю применяли его в китайской и тибетской традиционной медицине. В средние века он считался лекарством от холеры и чумы, а в эпоху тюдоров мускусом лечили депрессию. Мускус прописывали при инфекционных заболеваниях, параличе, импотенции, нервных расстройствах, при астме, эпилепсии, коликах, судорогах и даже от сглаза. А во времена правления династии Тан в Китае в 8 веке н.э. мускус был настолько модным, что им даже ароматизировали стены павильонов в Королевском дворце. Но больше всего эта практика закрепилась у мусульман, которые узнали о мускусе от китайцев и, в свою очередь, поделились им позже с европейцами. Арабские теологи считали, что запахом мускуса обладает земля рая, а по другой версии считалось, что стены рая состоят из золотых и серебряных кирпичей, подножие их шафран, а связывающий раствор мускус. Именно поэтому арабы часто использовали мускус при строительстве мечетей. А благодаря немыслимой стойкости мускуса вполне можно поверить в легенды о том, что такой запах сохранялся на стенах столетиями. Пожалуй, самая известная нам мечеть среди подобных – это муск Джами, мускусная мечеть в Крыму. Но есть еще множество подобных и в Марокко, и в Турции, и во многих других странах по всему миру. На Ближнем Востоке аромат мускуса также всегда считался афродизиаком, поэтому был и до сих пор является самым популярным мужским ароматом. И так, как мы уже знаем, благодаря своей ценности, замечательному аромату и исключительной способности закреплять и обогащать другие запахи в парфюмерной композиции, с момента своего открытия мускус играл очень главную роль в парфюмерной индустрии и входил в состав очень многих парфюмерных композиций. Но поскольку в большинстве случаев добыча мускуса влечет за собой убийство оленей, а с 1979 года кабарги – это охраняемый исчезающий вет, в современной парфюмерии большинство мускуса, конечно же, заменяет синтетические мускусные вещества. Натуральный животный мускус в парфюмерии сейчас можно встретить очень редко, в основном только в ароматах натуральных и независимых парфюмерах. Синтетические мускусы можно разделить на три большие группы. Первые две – это ароматические нитромускусы и полициклические мускусы, которые раньше можно было очень часто встретить как в косметических средствах, так и в бытовой химии. Но оказалось, что они обладают многими вредными свойствами, поэтому в большинстве стран сейчас эти два класса мускусов не используются. И третий класс – это макроциклические мускусы, которые сейчас практически полностью заменили первые две группы. В парфюмерии мускусы стали играть сверхважную роль в 70-х годах прошлого века. В 70-е стало модным хиппи движение с эстетикой всего естественного и натурального, а тогдашние ароматы никак не вписывались в эту концепцию, поэтому мускус стал решением. Практически в одно и то же время в этот период Kiehl's и The Body Shop выпустили линейки моноароматов, и среди них был моноаромат мускуса The Body Shop, который назывался White Mask. И этот мускус стал настолько популярным, что спустя время белыми мускусами стали называть целый класс ароматов с чистым, мыльным, почти цветочным мускусным запахом. Существует еще очень много общепринятых условных цветовых обозначений разнообразных мускусов. Например, если аромат называется голубой мускус или африканский мускус, blue или african musk, то это аромат, напоминающий белый мускус, но с более теплыми ванильными нюансами. Красный мускус – это мускусный аромат с восточными нотами, а черный – то же самое, но с более глубокой древесной базой. Китайский мускус China Mask, скорее всего, содержит значительную дозу альдегидов, а восточный Oriental Mask – пудровые ноты и жасмин. Мускусы с чайно-кожанными нотами часто называют турецкими. Существуют еще nude masks – голые обнаженные мускусы. Это мускусные ароматы с эффектом своей кожи, только лучше, которые практически не отделяются от запаха тела. И тибетский или гималайский мускус – это ароматы, имитирующие запах настоящей мускусной настойки. Любопытно, что мускус в парфюмерии может играть две совершенно противоположных роли. Он может играть как чистую мыльную роль, но в то же время он может выдавать грязноватые сексуальные анималистичные ноты. В большинстве ситуаций эти метаморфозы связаны с тем, в каком контексте в аромате представлен мускус. Но большую роль может здесь играть и личное восприятие. Фактом является то, что некоторые люди воспринимают аромат натурального мускуса как чрезвычайно приятный, а другие считают его отвратительным. Известно, что Наполеон ненавидел аромат мускуса и поэтому был ярым фанатом одеколона, которым поливался много раз в день. Есть даже легенда, которая гласит о том, что супруга Наполеона Жозефина обиделась на него за то, что он предпочел ей другую и облила все стены в своей усадьбе Мальмезон настойкой мускуса, чтобы Наполеон не мог зайти в эту усадьбу или вынести присутствие своей жены без страданий. По той же легенде, сто лет спустя к усадьбе Мальмезон все еще был слышен аромат мускуса. Еще интересным фактом является то, что очень многие люди по каким-то причинам совершенно не ощущают некоторые разновидности синтетических мускусов. И зная об этом, производители мускусных ароматов часто добавляют в ароматы сразу несколько разновидностей мускуса, чтобы избежать такой неприятности. Я надеюсь, вам было интересно послушать о мускусе. Если да, пожалуйста, жмите лайк, подписывайтесь на мой канал и оставляйте под этим видео свои комментарии. А я желаю вам прекрасного дня и самых лучших ароматов. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok